Добрый день! В эфире «Православный календарь» программы Якутской епархии. Сегодня мы расскажем. Слово правящего архиерея. Наставление на Великий пост. В Национальной библиотеке Республики состоялась презентация труда Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святитель Серапион Новгородский, архиепископ, родился в подмосковном селе Пехорки. И с юных лет стремился к киночеству. Принял пострижение в Дубенском Успенском монастыре. За гормородительную жизнь был избран игуменом обителей и так много потрудился для нее, что впоследствии она стала называться его именем – Серапионовой пустыней. Желая предаться более строгим подвигам, святой слагает себя на стоятельство и переходит в Троица-Сергиеву лавру. Приняв схему, святитель мирно скончался 16 марта 1516 года. Нетленные мощи его были обретены 7 апреля 1517 года и до ныне почивают под спудом в Серапионовой палате у Троицкого собора в Троица-Сергиевой лавре. Великий пост и его воскресные дни. Мы знаем, что воскресение Великого поста по традиции Церкви, древней, намоленной, посвящается каким-либо святым угодникам Божьим. И это посвящение абсолютно не случайно. Преподобный Андрествичник, монах, настоятель монастыря, писатель духовный. Прошло 14 веков. Аз его письмо, которое называется ныне в духовной литературе, как лествица, считается востребованной и жизненно необходимой для всякого человека, кто пытается пройти лестницу восхождения от земли на небо, от греха к праведной жизни, от зла к святости. Музыка. 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 Новости якутской епархии в сети интернет. В Алданском благочине стартовала акция по пошиву медицинских масок. В течение ближайших недель все приходы Алданского благочиния присоединятся к акции по пошиву масок для своих прихожан. Святейший патриарх Кирилл утвердил инструкцию по предотвращению коронавирусной инфекции храмов. Благословением архиепископа якутского ленского романа «Духовенство якутской епархии» призывает неукоснительно следовать данной рекомендации. правякутия.ру Новости православного мира Якутии. В рамках выставки форума «Радость слова» в Национальной библиотеке Республики состоялась презентация трудов Святейшего патриарха Московского Евсея Руси Кирилла и книги председателя издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента Аляска. На презентацию собрались творческая интеллигенция, духовенство, историки и библиотекари. Национальная библиотека участвует в праздновании в этом году 150-летия якутской епархии. Библиотеки Республики Саха-Якутии очень тесно связаны с якутской епархией, потому что история библиотечного дела Якутии очень тесно связана с историей нашей якутской епархии. Я вот всегда вспоминаю факты развития книжной культуры, факты развития библиотечного дела, и во всем здесь первые – это наши миссионеры, духовная православная книга. Первые книги в Республику пришли еще в XVII веке. Вот мы сегодня с гордостью всегда и волнением читаем документы Сибирского приказа, где еще в 1638 году был издан такой приказ отвезти для двух якутских церквей 27 православных книг. И они ехали до нас почти два года. История просвещения Якутии и развития библиотечного дела неразрывно связаны с православием. В рамках форума было представлено собрание сочинений предстоятеля Русской Православной Церкви. Владыка Митрополит Климент, председатель издательского совета, представил Торогу Святейшего, достаточно глубоко рассказав и личное отношение к ним, и историю издания. Для слушателей, для участников этой встречи было глубоко познавательно и интересно, тем более, что полное собрание сочинений было передано в библиотеку национальную от имени издательского совета. Такая встреча в первую очередь заинтересовала писателей Якутии, тех, кто занимается изучением истории, краеведением. Такие встречи очень нужны, и сегодня я была очень рада этой встрече. И знаете, почему? Даже не только, потому что сам митрополит Климентик к нам приехал, презентовал две серьезных книги, а еще и потому, просто как обычный мирской человек начинается большой интерес к истории освоения Сибири, Аляски, а вот в этом деле очень сильно были задействованы наши северные народы. И советская историография в свое время об этом замалчивала, потому что то, что были очень большие экспедиции, те же первые, вторые, камчатские экспедиции, экспедиции Беринга по освоению всех этих просторов до Владивостока и до Аляски, в этом во всем принимали участие северные народы. Почетный гость Якутской епархии митрополит Калужский Боровский Климент представил свою новую книгу «Аляска», которая отражает историю становления православия в Северной Америке и Северо-Востоке нашей страны. Мы должны знать историю, это история нашего народа, это наши предки шли и осваивали не только, скажу, Аляску, я там касаюсь и освоения и Камчатки, и как священники находились и в Якутске, потому что, начиная от Иркутска, я от Петербурга полностью прослеживаю путь к первой миссии на Аляску, через всю Россию до Иркутска, с Иркутска, до Якутска, с Якутска, до Охотска, с Охотска, до Петропавловска, Камчатского и потом туда на остров Кадьяк. Это наша история, это наша жизнь, а мы должны свою изнать историю. В этом году Якутская епархия отметит свое 150-летие. Это важная дата не только для Русской Православной Церкви, но в первую очередь для всей республики. Так как с основания самостоятельной кафедры Якутия получила духовную независимость и подчеркнула свою принадлежность к России как к единому духовному пространству. К нам в редакцию поступил вопрос, можно ли силой молитвы изменить отношение к себе другого человека? Здесь нам расскажет Ирей Виталий Беликов. Прежде всего, молясь о другом человеке, мы меняемся сами по отношению к этому человеку. И, меняя свой настрой, свое расположение, прося Бога о том, чтобы Господь как-то управил ситуацию с этим человеком, мы сами, того не ведая, меняем буквально обстоятельства вокруг себя. И ситуация меняется до неузнаваемости, и порой действительно человек верит, что именно сила молитв этого человека сделала другим, а не он сам изменился при этом. Субтитры создавал DimaTorzok